Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка и Эмили, и, наконец-то, это Мукбанг! Я так соскучилась, честно, по съемке Мукбанга. Хотела сделать какой-то интересный стол. Я, наконец-то, вернулась из грузии, выложила три влога. И мне очень приятно, что вы с удовольствием смотрели эти влоги, потому что удержание аудитории на этих влогах действительно просто обалденное. Что у нас на сегодня? У нас крылышки в кисло-сладком соусе, и еще сверху. Я, естественно, добавила грузинскую, мою любимую, приправу хмели-сунели. Поэтому здесь стоит невероятный просто аромат. Также в инстаграме увидела рецепт роллов мимоза. Они выглядели очень круто. И у блогера было такое ощущение, что спокойно можно взять палочками покушать. Но на самом деле они разваливаются. Но, несмотря на это, очень вкусно. Здесь у нас мой любимый уже драгонфрут. Его мы должны попробовать в кадре обязательно. Я его привезла из Грузии. Обычный йогурт, соевый соус и сады-бридони китс напиток. Также у нас здесь чай. Кто тоже кушает, приятного аппетита вам. А я, пожалуй, приступлю. Так, хочу начать с ролла. Вот так вот возьму его. Макнем чуть-чуть. Супер. Хочу ответить на несколько вопросов, которые были под блогами. Честно. Очень крутые воспоминания, очень крутые ощущения после путешествия. И, естественно, я и дальше буду путешествовать в разные страны. Там был вопрос, почему именно Грузию мы выбрали. Во-первых, потому что Грузия находится недалеко. Во-вторых, я всегда очень любила грузинскую кухню. Но то, что для них вкусно, для меня тоже очень вкусно. Цены там очень хорошие по сравнению, например, с другими странами. Поэтому Грузия пал на Грузию. Причем давно у меня в голове это крутилось. Просто не с кем было ехать. А после того, как мы познакомились с Амирой, буквально на третьей нашей встрече, она говорит, а давай слетаем куда-то. Подруга у меня очень активная. Я даже думала, что нам будет сложно вместе. Но ничего подобного. Мы очень классно отдохнули. И контент тоже я бы не сказала, что я прям, знаете, целый день в Грузии пыталась снять для вас крутой контент. Нет. Я по большей части отдыхала. И в тот момент, когда я отдыхаю, я еще что-то снимала. То есть не было такой цели, что именно надо сделать крутой влог и уже отдыхать в соответствии с этим. Я никогда в жизни не каталась на воздушном шаре. Это был мой первый опыт. Прикольно было. Я бы повторила поездку в Грузию. Обязательно. Мы даже с подругой загадали такое, чтобы был такой день, когда мы будем настолько успешны, что можем взять билеты и просто на один день слетать в Грузию. Просто чисто поугуджинать. Мы были три дня, но я вам все-таки советую взять пять дней. Три дня как-то мгловато. Если хотите прям все попробовать. На мой взгляд, маловато все-таки. Потому что там есть старый город, получается, и новые Тепелиссии. Мы в большинстве случаев были в старом городе. Но там как-то атмосферно. Мне показалось, что в большинстве грузины такие, знаете, прям на расслабоне. На чили. Сильно не парятся ни о чем. Вкусно. В Дьюти Фри столько всего накупила, столько всего, чего я действительно очень давно хотела. Очень крутые цены. Но просто, к сожалению, не на все ароматы были тестеры. И людей было много. Все что-то покупали, покупали. Это стимулирует тебя тоже что-то брать. Из Баку в Тбилиси рейс идет через старый аэропорт. Но также в Баку есть новый аэропорт. Он чуть-чуть подальше. И вот там, говорят, очень крутой Дьюти Фри. Но мы там, к сожалению, не были, потому что мы ехали в Грузию. Но дай бог, поедем куда-то в другое место. Закупим все конкретно. Встретила двух своих невероятно крутых подписчиц. Прям веяло от них добротой. Особенно ту девочку, которую я встретила в Моле. Я не знаю, у меня были такие ощущения, как будто я встретила свою родственницу, которую очень давно не видела. Вот что-то родное я почувствовала от нее. Короче, реально, мне очень приятно, когда вы ко мне подходите, честно. Особенно, когда это не в баку. Очень вкусно. Хочу прочитать один комментарий, который немножко меня смутил и даже немножко использовал мне настроение. В Агиде Мамедова пишет. Реально не понимаю. Поехать в Грузию и не накрыть шикарный стол с таким прекрасными блюдами. Тем более, когда деньги есть. Не жалей на себя деньги, ведь ты сама зарабатываешь. Хочу начать с того момента, что нас всего двое. Накрыла я, например, шикарный стол. Заказала 10 блюд. Кто это будет есть? Да, для кадра это красиво. Это наберет просмотры, не знаю, лайки и так далее. Если бы я была бы человеком, который снимает эстетику, я бы, возможно, с вами согласилась. Но я считаю большим грехом заказывать, например, 10 блюд, а потом эти блюда просто отправятся в ужину. Это просто нелогично, на мой взгляд. Мне, наоборот, в каждом заведении хотелось попробовать по чуть-чуть. По чуть-чуть этого, по чуть-чуть того, там какие-то сладости. Я даже предлагала, не знаю, например, хотим купить какой-то донат, купить один на двоих, чтобы везде по чуть-чуть попробовать. Мы заказывали ровно столько, сколько мы можем съесть. И я считаю это правильным. Если бы у нас было бы минимум четверо где-то, возможно, это было бы действительно актуально. Есть блогеры, которые чисто покупают кофе под цвет своего лука, лишь бы это было эстетично. Есть люди, которые это ценят и которым это нравится. Я за искренность. Я за простоту. Вот как отдыхаю, так и маме показываю. Специально что-то надумать, лишь бы это в кадре было красиво. Немного не мое. Мы с вами должны попробовать Dragon Fruit в кадре. За кадром я его уже попробовала. Он спелый. Прям мягенький. Какой сочный. Я сколько обзоров не смотрела, все говорят, нету вкуса. По мне есть. Очень даже вкусно. Наверное, кто любит супер сладкие какие-то фрукты, им скорее всего не понравится. Но я приторно сладкое не очень люблю. Что напоминает? линжир с клубникой. Вот. Здесь совсем немного. Какая вкуснотича. Вау. Просто вау. Вау. У нас, кстати, он минимум раз в три дороже стоит. Ну, хотя из Турции можно заказать дешевле. А эту половинку я, пожалуй, оставлю для мамочки. С вашего позволения, чтобы она тоже попробовала. Хотя она не особый любитель всяких экзотических фруктов, но все равно пусть попробует. Мне, в общем-то, кажется, что ей тоже понравится. вкуснотичка. Уже сейчас на лето надо купить какую-то путевку в Турцию. У нас с турками очень похожий язык, я вам рассказывала. За соседним столиком сидели две девушки, крючанки, никак не могли сделать заказ. Они не знали по-английски и по-русски. Никак не могли объяснить. Точнее, нет. Они знали по-английски, но не знали по-русски. А хозяин заведения говорил только на грузинском и на ломаном русском. Там была официантка, которая говорит на азербайджанском. Азербайджанский и турецкий это плюс-минус один язык. Очень похожие. И вот эта официантка, я сначала подумала, что она просто хочет мне нахамить. Она так поворачивается ко мне. Она стоит от меня где-то в 10 метрах. И вот так вот делает. Чуть и надо. Вот я не преувеличиваю, отвечаю вот так вот. Чуть и надо. Я думаю, сейчас на меня наехали. Сейчас мне дадут с ноги. Казалось, нет. Она просто не знает хорошо азербайджанские. Потом этим турчанкам вам что надо? И они, короче, минут 15 пытались друг другу объяснить что-то. И турчанки такие мы мусульмане. Нам нельзя свинину в обязательном порядке уточняли, какое внутри мясо грузинские хинкали. Потом, кстати, Амира помогла перевести, потому что Амира очень хорошо говорит на турецком, на английском, на русском. Насколько я знаю, она еще и итальянский знает. Потому что жила там, в Европе. В общем, не суть. Амира подошла, начала помогать с заказом. И они такие говорят, мы мусульмане, нам нельзя свинину, нельзя нам свинину. И, пожалуйста, два бокала вина. В этот момент, мне казалось, сейчас Самину прорвет. Сейчас она как начнет смеяться. Но она держалась. Такие вкусные роллы. Кстати, моя подруга говорит, что я в жизни так много не ем, как в кадре. Она мне говорит, скажи честно, ты себя заставляешь кушать? Я говорю, нет. Действительно так. Порой бывает, я снимаю мукбанк, совсем чуть-чуть-чуть поела и все, и завершаю видео. Потому что мне не хочется. А сейчас мне хочется. Почему бы не доесть? я никогда в мукбанках никогда не заставляю себя вот сегодня я не завтракала. Пошла быстренько на лазерную апелляцию лица. Сразу нанести макияж нельзя было. Но вот сесть с красным лицом мне тоже как-то некомфортно. поэтому пришлось сразу нанести макияж, потому что я голодная. И почему бы не доесть все? Но я сама тоже заметила, что в обычной жизни я прям, знаете как, по чуть-чуть ем, но ем целый день. Давайте еще закрепим йогуртом. Какой-то он странный. Это чудо-воздушный творожок. Секундочка, АСМР. Как вкусно! Какой классный йогурт. Новый. Называется чудом воздушный творожок. Я как-то раньше покупала воздушный творожок. Обычно на дне бывает джем. Здесь этого джема нет. Полностью воздушный творожок. Это реально так вкусно. Я прям кайфанула. Вот честно, я вот все это доела. Сейчас бы еще сверху, знаете, чем я закрепила? Я бы еще банан один съела. Или клапа. На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.